Всем привет, меня зовут Касаткина Дарья, и сегодня мы с вами поговорим о второй теме из нашего цикла «Негативные чувства» об агрессии и о том, возможно ли обратить эту самую агрессию себе во благо. Ну и снова давайте начнем с нашего собственного опыта. Вспомните, когда вы злились или были в гневе, были раздражены, что вы чувствовали, что происходило с вашим телом, о чем вы думали, как вы реагировали, как вы вели себя. Вспомните, как по-разному может проявляться ваша агрессия. И пока вы вспоминаете и собираете свой опыт, я, как обычно, начну обобщать. Самый интересующий меня вопрос, похожа ли агрессия на страх? Ведь действительно в чем-то она похожа. Смотрите, когда мы злы, точно так же, как и в страхе, мы чувствуем в теле напряжение, такую готовность. У нас довольно быстрое дыхание, сердце бьется так же быстро, и кровь ударяет нам в голову. Так же, как и в страхе, когда мы злы, наша голова может быть абсолютно пустой. Иногда говорят «красный туман перед глазами, ничего не вижу, ничего не помню». И так же, как и в страхе, при агрессии мы чувствуем угрозу, но у нас другой импульс. Если страх толкает нас на бегство и кричит нам «беги, здесь опасно», то агрессия говорит нам «иди и защити себя, бей». Давайте снова посмотрим на определение. Здесь агрессия от латинского agredi значит «двигаться к цели без сомнения». И внимание, агрессия – это реакция. Целенаправленная, структурирующая реакция, обхождение с объектами с помощью силы. И здесь важно следующее. Это реакция, она целенаправленная, и она использует силу. Для чего нам нужна агрессия? Чтобы, используя эту силу, отстоять себя. И смотрите, агрессия – это реакция, но она может проявляться в различных ситуациях по-разному. Мы можем чувствовать разные чувства. Например, мы можем чувствовать ненависть или ярость, или гнев. И в зависимости от ситуации эти чувства будут различаться. Когда речь идет об угрозе нашей жизни, об угрозе нашему бытию, мы чувствуем ненависть. Потому что речь идет о нашей жизни, о безопасности. Или ты, или я. И ненависть толкает нас к тому, чтобы разрушить эту угрозу. Если ненависть нам не удается, если нам не удается защитить себя, мы чувствуем бессилие. Если речь идет о наших отношениях, мы можем чувствовать ярость. И в нашей ярости мы хотим достучаться, как правило, до другого человека. Мы можем громко кричать, бить посуду или даже трясти кого-то за шкирку, лишь бы нас услышали. И мы хотим пробить этой яростью стену непонимания или холодности и снова восстановить наше хорошее отношение. Но если в ярости мы не можем защитить свои отношения, мы можем прийти к чувству апатии и депрессии. Если затронута наша самоценность, например, мы столкнулись с неконструктивной критикой, то мы можем чувствовать гнев, возмущение и раздражение. И что же мы хотим сделать в нашем гневе? Мы хотим показать обидчику, как больно он нам сделал, как он был несправедлив. И даже, возможно, показать ему, что мы чувствуем. И тогда мы можем тыкать носом, мстить. Но если это не удается, то как будто бы мы теряем всю волю. А зачем мне отстаивать себя, если меня все равно не видят? Ну и последнее. Когда речь идет о наших убеждениях, о наших ценностях и о наших смыслах. Например, на дружеской вечеринке кто-то вдруг начинает высказывать какие-то мысли, абсолютно противоположные нашей позиции по какому-то вопросу. Вдруг мы начинаем быть ужасно циничными, саркастичными. Мы начинаем отпускать какие-то острые колки, шутки. И все для того, чтобы показать человеку, насколько его убеждения бессмысленны, но насколько осмысленны наши. И если это не помогает, если мы не можем отстоять свои смыслы и ценности, то мы можем впасть в состояние хаоса, когда ничто не важно и ничто не нужно. И это, опять же, различные проявления нашей агрессии в чувствах. Теперь давайте тогда подумаем, все-таки агрессия это хорошо либо плохо. Есть и то, и другое. И хорошая сторона, и неконструктивная. С одной стороны, в агрессии очень много силы. Агрессия как реакция самая энергозатратная, но и самая энергетически наполненная. Мы можем быть сильнее, быстрее и действовать в ситуации. Мы можем защитить себя. У нас появляется решительность отстаивать себя, даже если мы вообще не конфликтные люди. И еще другие люди тоже видят нашу силу и как бы отодвигаются. Но с другой стороны, в агрессии есть и свои проблемы. С одной стороны, когда мы в гневе либо в ярости, у нас туннельное сознание. Мы ничего не видим вокруг, мы видим только своего обидчика и ситуацию. Все. С другой стороны, наша агрессия может захватывать нас, и мы даже чувствуем перед ней бессилие. Моя ярость так сильна, что я ничего не могу с этим сделать, и тогда я теряю контроль. А когда я теряю контроль, я могу разрушить отношения, я могу ранить другого человека, и в итоге я могу ранить себя. Потом мне будет очень стыдно, что я себя так повела. Что же делать с этим? Можно ли обойтись со своей агрессией конструктивно? Можно. Надо пробовать. И здесь первым шагом будет увидеть себя в ситуации и в своих чувствах. Увидеть, что да, сейчас я злюсь. Второй пункт – это принять свое чувство. Понять, что это я злюсь. Это не меня разозлили. Злость именно моя. И эта злость, с одной стороны, придает мне сил. С другой стороны, моя злость говорит мне о том, насколько сильна угроза. Потому что наша агрессия всегда пропорциональна угрозе. Моя злость рассказывает мне о чем-то очень важном. И пока я смотрю на нее, с одной стороны, я даю себе паузу, я начинаю немного успокаиваться. И с другой стороны, я вижу гораздо больше подробностей в ситуации. Мое восприятие перестает быть настолько туннельным. И третий пункт – мне нужно решить, что же делать с этой ситуацией, со своей агрессией. И мне нужно здесь сделать снова три шага. Увидеть, на что направлена агрессия. И это будет угроза. Что именно мне угрожает. Второе. Что защищает моя агрессия? Какую ценность? Это моя жизнь. Это мои отношения. Это моя самоценность. И третье. Теперь, когда я остановилась, выдохнула, взяла паузу, увидела ясную ситуацию, как я могу конструктивно защитить или отстоять себя. Что хорошего, что правильного я могу сделать? Как я могу употребить эту силу во благо? Конечно, делать эти шаги нелегко. И сначала мы ловим себя постфактум. Когда мы позлились, отреагировали. Но это путь, по которому можно идти и учиться ловить себя в моменте. А что делать, если мы не сами злимся, а сталкиваемся с агрессией, направленной на нас? Что с этим можно сделать? Для начала нам нужно посмотреть, что это такое, с чем мы имеем дело. Действительно ли это агрессия? Или, возможно, это страх, или ревность, или зависть? Второй момент. Нам нужно понять, направлена ли эта агрессия на нас, либо это агрессия другого человека по поводу какой-либо другой ситуации. Например, коллега, вернувшись от начальника, вдруг начинает с нами зло разговаривать. Возможно, ее злость направлена не на нас, а ее злость по поводу той ситуации, которая с ней только что произошла. Как мы можем понять, направлена ли агрессия на нас, или это агрессия другого человека по своим чувствам? Если мы чувствуем сами страх, напряжение, если мы сами начинаем злиться, то, возможно, это направлено на нас. Что делать дальше? Третий пункт. Нам нужно отграничиться, провести границу внутри себя и увидеть, что это не мои чувства, это чувства другого человека. И если в данной ситуации этот гнев или эта ярость направлены не на вас, нужно просто внутри себя сказать себе, что это не мое, это чувство другого человека по поводу его жизни. Если это направлено на нас, то есть эта агрессия обращена к нам, то нам нужно внутри себя понять, вот она я и мои чувства такие. Я чувствую тревогу, я чувствую боль, я чувствую тоже какое-то неудовольство. Но вот есть другой человек, и это его чувства. Они на его стороне, это его ответственность. И последний, четвертый пункт, когда мы провели уже эту границу внутри себя, нам нужно провести границу вовне, защитить себя. Например, здесь, если ситуация действительно опасная, то самое лучшее – это уйти из этой ситуации, выйти из комнаты, отойти как-то от этого человека. Если это невозможно, не получается, то есть нас запрашивают, например, с нами пытаются как-то разговаривать, или может быть это ссора, в которой мы участвуем, то возможно предложить взять паузу, либо помолчать, либо, если у нас достаточно силы, мы можем сделать глубокий вдох и попытаться пойти в отношения с холодной головой, чтобы как-то их разрешить. Ну и последнее, о чем я хочу сказать, как можно помочь себе в ситуациях, в которых мы можем злиться, гневаться. Самое главное – снова уделять внимание себе и своим чувствам, видеть себя, потому что наши чувства говорят о чем-то значимом для нас. Они как красные флажки или сигналы указывают нам на опасность или на ценность. Второй момент – принимать себя всерьез. Мы имеем право чувствовать злость, мы имеем право быть раздраженными, это нормально. Но при этом очень важно, третье, не бросаться действовать сразу. Берите паузы, дышите, смотрите на себя, что с вами происходит, и эта пауза даст вам возможность уже не реагировать, а действовать. Дальше, важно разделять свои чужие чувства. Потому что чувства других людей нас могут захватить. Кто-то рядом начнет очень возбужденное зло о чем-то говорить, и мы тоже всколыхнемся. Ну и последнее. Если все-таки мы поймали эту волну агрессии, старайтесь действовать конструктивно. Агрессия несет в себе большую силу, и эта сила может быть как разрушительной, так и созидательной. Друзья, не бойтесь злиться, выражайте свою злость конструктивно, берегите себя. И до новых встреч в следующем видео. Всем пока!